всем привет всем хорошего настроения февраль месяц 2023 года я пристегнулся как говорят то случайно так получилось сегодня у нас 10 февраля и что произошло в феврале по поводу много вопросов задают если я нахожусь в германии италии в испании под под темчасовым захистом могу ли я приехать в ирландию там типа закрыть и приехать смотрите это тоже такой нюанс есть случаи которые отказывали есть случаи которые подтверждали и нормально все зависит от комиссара к которому вы попадете будут вопросы задавать а почему так а чего решили все телесты принимают второй вопрос спрашивали выплаты день в день если вы просрочите когда вы получаете выплату чеки написано на когда должны прийти следующий раз если вы придете там не в тот день то может быть такая статус вам не дадут выплаты по жилью задают вопрос можно ли допустим не нравят не нравится короче гостиницы же хоть не нравится здесь надоело все каждый день одно и то же питание не нравится хочу свою кухню и все этот вопрос можно самостоятельно решить или через знакомых риэлторов которые делают социальный договор или через сайт я прикреплю это если я надеюсь что я его не потерял потому что там фейсбук общаться с людьми и обязательно говорить правду что-то я мама там двое детей один капризный один не очень лучше говорить правду потому что были случаи что сказали да спокойный мальчик но их короче через две недели вы сверли и они поехали в сети вас не сказали нас выслили а если хозяин говорит они мне не нравится они слушают ирландцев они не слушают украинцев поэтому с этой темой надо очень аккуратно все продумать и как бы это не видеть не есть проблема вот документы делается но повторяюсь социальный этот доллар надо надо сделать следующий вопрос правда ли что не заселяют после драки сети вести без детей нет это все неправда расселяют одиноких женщин одиноких мужчин вот но просто это может быть или на поселении или монастырь какой-то заранее просто искать и общаться в этих группах группах на сайте где искать жилье можете так попробовать я если бы знал что может ну я знал что есть какие-то ссылки но мы больше думали на тип она а вдруг повезет а если не повезет тоже будем сидеть и думать а хотя не чуть-чуть у нас было место нас были знают есть знакомые которые держали для нас комнату вот если допустим нас не получится то мы бы поехали бы к ним поэтому тут такая знаете дилемма в плане или выбирать на сайте самостоятельно но все равно в любом случае приехать туда надо и посмотреть на вдруг реально получится повезет и вам дадут нормальное жилье но насколько я знаю если одна женщина или один мужчина без воссоединения семьи без всяких вот этих скорее всего поселят в такое как хостел там где двухъярусные такие кровати будут главное чтоб чтоб там не было холодно и сырость у них с погодой я там записывал плюсы климата все смеются я уже сам смеюсь потому что вот тут я не знаю ноябрь какой-то был веселый а сейчас и на 80 процентов дождей вот поэтому часто кашляем кашляем даже жена кашляет ангины и вот это все здесь оно как бы это норм поэтому ну чтоб надо спать хоть в тепле потому что сырость очень большая и скорее всего если это в каком-то подселение какой-то монастырь там или еще что-то но все старое 100 со старого вот этого камня а камни у них сделаны из какого-то материала почитайте в интернете левому тут скин их не камень сделан и он как-то радиоактивный короче это я сегодня там случайно пообщался с человеками устал поэтому конечно хочется в комнату где хорошо тепленько а еще и кормят если допустим если вы прилетаете 9 10 вечера вот и оформляете это все в аэропорту вы садитесь в автобус волонтерский едете в сети но оформлять вас будут с 8 утра вам дадут покушать вам дадут все одеяло там спальный мешочек все дадут но оформление будут с 8 утра они ночью не оформляют детства пока я снимал это видео я уже доехал до дублина я уже все короче надо было масло поменять вот пока я доехал пока снимал это видео я поменял масло в итоге масло поменять на сто стоит 30 евро потом масло самого 5 литров я покупал это 25 евро и два фильтра 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 двигателя и фильтр моторный вот этот вышел по 5 евро 10 то есть 25 35 плюс 30 65 короче 7 пока без дорогой с бензином в общем 70 евро просто замена масла принну 4 дну бля это конечно в украине 5000 стоит наверное какой-то lexus на или mercedes какой-то здоровый автобус блин поменять такое такая цена но вот как есть все таки кто едет в ирландию у кого есть руки берите ключи но вам очень понадобится или или купите мне так но гости уже на подлете вот поэтому еще чуть-чуть уже будем встречать два лайфхака как в дублине сэкономить немного денег здесь везде платные парковки они везде и они с понедельника по субботу все платные с 7 утра до 7 вечера вроде как сделать так ну чтобы как бы не платить это все уже два раза так делал подъезжайте к месту там допустим в дублине где вы там хотите или покушать или типа по делам каким-то вашим подъезжаете паркуетесь идете банка к этому к терминалу оплаты 20 минут стоит 50 центов это где-то на окраине если допустим в центре это там дороже будет вот мы исходили один раз за покупками в дублине когда-то я увидел записывал вот вот в этом наверно и мы заплатили за парковку будучи два часа гуляя гуляния мы заплатили 22 евро короче 22 до 23 часа туда мы гулять куйтесь на месте где вы там допустим остановились подходите к паркомату и ищите бумажки смотрите вокруг там всегда есть урночка такая а если нет этой урночки короче вокруг смотрите и будут должны выпасть вот такие бумажечки чистые не грязные не в какашках ничем вы просто берете смотрите чаще всего все берут на час на два вот а потом приходят раньше вот и у них тут короче время остается поэтому пишут бесплатно постоять можно поискать эту бумажку или кто-то там паркуется или когда я ездил в канадское посольство то там мужик вышел грит на талончик типа и все без этого талончика могут гарда приехать и нацепить не гарда ну инспектором по парковке нацепить такое короче на одно как на одно из колес выкручивая не выкручивая колеса нацепят такой треугольник железный и никто никуда не поедет а чтоб его разблокировать надо там около двух тысяч евро заплатить вот это по рассказам поэтому и то же самое вот в аэропорту сейчас парковка платная прилет у нас там допустим в 11 вечера и надо а тут вариантов мало в этот на парковку заезжать в аэропорт тоже непонятно час-два мы там будем стоять ждать вот возле аэропорта есть макдональдс и заправка цирку 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 это 10 минут ходьбы от аэропорта вот тут паркуете здесь бесплатно вот чаще всего в дублин приезжают чемоданами на колесиках или с ручной клади как в моем случае поэтому прогуляться поговорить 10 минут ничего такого тоже нету встретили прогулялись вот такие вот два парковочные лайфхака и и и и и и подведя ирландский израильский выпуск много кто уезжает из Ирландии вот у нас в гостинице ну не нравится климат вот не нравится дети болеют короче ну и все они тут закрыли защиту и уехали в германию вот как-то и германии получше нравится и сейчас вроде теплеет вроде как-то получше уже а я подберу пока своих соседей которые едут в гостиницу